Рассаживайтесь, господа, мы начинаем занятие. Сегодня занятие у нас важное, потому что мы будем рассматривать такую, в общем, ключевую тему, по-настоящему ключевую. Сегодня наша тема, это непосредственная тема. Мы начнем с изучения неправильных глаголов. В более широком аспекте мы рассмотрим всю систему времен английского языка. Тема, конечно, масштабная, прямо скажем. Смотрите, значит, сначала, что такое неправильные глаголы, очень коротко, естественно, вы это знаете, но два слова, чтобы начать двигаться дальше. Формы английского глагола исключительно важны. У каждого глагола их пять, как мы помним. И вот вторая и третья формы, они образуются, в принципе, двояко. То есть глаголы делятся на правильные и неправильные. Правильные образуют вторую и третью форму по вот этому элементарному правилу, которое сейчас на слайде. То есть вторая и третья форма равняются первой форме плюс частичка ED. То есть если это было look, то это будет looked, оно звучит глухо, потому что там на конце была глухая согласная. А если это было, скажем, I scan, то I scanned. Это, оно звучит звонко, потому что там звонкая согласная. И вот третья форма, разговор будет особый, разговор впереди, она очень насыщена, у нее много функций сложных, и с ними надо будет разбираться. Там, в самом деле, много важных моментов и много трудностей. Вторая форма сама по себе трудностей не представляет. В общем, и в русском. Вот посмотрите, я даю какую-то элементарную совершенно фразу. Yesterday I came home late. Come. В настоящее время came, вторая форма, прошедшая все легко и просто. Вторая форма специально для того и создана, чтобы образовывать время past and definite. Надо разобраться только с одним. В российской школе это была извечная проблема. Зубрежка неправильных глаголов. Значит, глаголы делятся на две группы. Правильные и неправильные. И вот с неправильными у них эта вторая и третья формы образуются самым непредсказуемым образом. И обычно советуют просто заучивать. Я попробую немножко повести вас иным путем. Давайте немножко порассуждаем сегодня. Рассуждения очень сберегают, вроде бы это время на это уходит, но они очень сберегают нам время и силы в дальнейшем. Первое. Прежде чем их зубрить, давайте подумаем, сколько их. Обычно люди не всегда вглядываются в эту цифру. Полностью в английском языке где-то 280 или 300. Цифра немножко колеблется. Я объясню сейчас почему. Скажем, грубо говоря, что 300 неправильных глаголов. Обойтись без них нельзя. Вы помните, я давал вам принцип, и сегодня он у нас опять как бы выходит, мы с ним сталкиваемся. Исключения в любой части речи, где бы там ни было, в любой части грамматики падают на самые важные слова языка. Это каким-то образом заложено в структуру всех языков. В русском языке точно так же. И в принципе, значит, все 300 глаголов, они важные, исключения, но в то же время реальный практический момент заключается в том, что большая часть из них встречается редко, и для практического овладевания языком она вам просто не нужна. То есть вам надо вот фактически овладеть, запомнить значительно меньшим количеством, где-то 50-70 глаголов. Два раза я хочу сейчас остановиться, и чтобы мы с вами обеседовали, чтобы вы настроились на эту волну. Первое. Тут в моих словах явно есть противоречие. Смотрите, с одной стороны в исключение самые важные слова попадают, а с другой стороны 4 пятых из них можно отбросить, и они, я говорю, не важны. Как же разрешить это противоречие? Здесь, вы знаете, тут меня поспрашивать вас сложно, но давайте я сразу скажу ответ. На второй вопрос вы мне выдадите свои предположения, их легко будет сделать. Дело в общем. Правило насчет того, что исключения падают на самые важные слова, оно работает. Но не забывайте, что идет время не грамматическое, а самое, что ненависть жизненное. Язык в том виде, в котором он действует в настоящее время, он создавался несколько столетий назад. И те слова, которые были самыми важными 400 или 500 лет назад, обычно это глаголы трудовой деятельности. Жать, гнуть, прясть, ткать. Все эти слова, они неправильные. И здесь в этом и разгадка, понимаете, то есть то, они были все очень важными, просто время переменило ситуацию, и сейчас во многом эти слова уже нам не нужны. Да, они остались еще в поэтической лексике, но это для практического поднимания языком, это нам не так важно. Так что количество у нас резко сокращает. У нас теперь уже появилось два деления. Сначала, вы помните, я давал вам деление глаголов на сильные и слабые, а теперь даю деление, то есть оно есть, его все различают на правильные и неправильные. У меня к вам такой коварный вопрос. Что, помните, как, кто кого переборет, слон или кит. Какое деление более серьезное, более глубокое? Как вы считаете? Давайте попробуйте, напишите парой слов, мне интересно ваше мнение на эту тему. Какие глаголы, какое деление глаголов? То есть две группы. Мы делили глаголы на сильные и слабые, теперь мы делим их на правильные и неправильные. То, что важнее, что как бы более глубоко заложено в языке. Напишите ваш, интересно, будут какие-то предположения, прежде чем я скажу ответ. Так, вот один ответ, второй ответ. Еще, еще, пожалуйста, парочку, парочку слушателей, скажите, как вам кажется. Так, ну что ж, молодцы, господа, все отвечают правильно. Да, все отвечают правильно, идемте дальше. Конечно же, конечно же, деление на сильные и слабые, я хочу вот сейчас, я недаром делаю это отвлечение, чтобы вы это понимали. Сильные и слабые – это самая основа языка. Оно относится, смотрите, попросту говоря, оно относится к тому, как глаголы действуют, ну то есть как бы их функционированию. А деление на правильные и неправильные – это все, что если мы на людей переносим, это как они одеваются, что ли, в какой форме они представляются. Это, конечно, более технический вопрос. И из этого становится сразу ясным, что все сильные глаголы, естественно, будут неправильными. У них самые большие склонения в смысле того, как они строят прошедшее время, если они его могут строить вообще, потому что глагол must, как мы знаем, вообще не может строить прошедшее время. То есть у него нет ни одной формы, кроме первой. А у глаголов can, may, shall и will у них есть только одна форма дополнительная, это вторая. У них нет третьей формы, нету инговой и нету инфинити. А у глагола to be у него даже избыток форм, у него все представлено. Теперь переходим уже, собственно, к нашей конкретной теме. Как проще всего выучить вот эти, ну пусть 50-70, как их учить. Во всех учебниках, и в российских, и в американских, и в английских, есть только один способ изложения. Дают полный список неправильных глаголов, вот получается там 280 или 300 где-то примерно строчек, и они идут в алфавитном порядке. Это очень удобно для учить, для излагать, для автора книги, для издателя, но это совершенно не годится для запоминания, потому что учить 300 слов по алфавиту безнадежно. Они не укладываются в голове, у нас же не компьютерный файл в голове. Поэтому для того, чтобы их легче запомнить, я предложу совсем другую систему по сходству звучания. Я попробовал разбить английские неправильные глаголы на несколько характерных таких четких групп, и мы приведем основные первые примеры. Вы сможете дополнить их сами. И вот сейчас будет указываться первая форма, а в скобочках вторая и третья. И особенно важно, конечно, вглядеться в первую группу, чтобы вы посмотрели. Смотрите, вот когда их вместе так ставишь, совершенно ясно, это все короткие словечки, или три, или четыре буквы, никогда больше. И они все заканчиваются на букву ТИ. Это удивительно, мы еще вернемся сегодня к этому. КАТ, ПУТ, ЛЕТ, ШАТ, КОСТ, ХИТ, СЕТ. Я даю здесь, а сколько мы их группируем, я даю лишь простейшие переводы однозначно, одним словом. Естественно, у некоторых из этих слов, у слова ПУТ, огромное количество значений, у слова СЕТ тоже. Поэтому здесь эти значения, они, так сказать, первые. И здесь на них надо лишь ориентироваться. А иногда слово ХИТ замечательное и сложное, и в него надо будет углубиться. Мы делим неправильные глаголы с точки зрения практического изучения, именно с практической точки зрения, для того, чтобы нам это легче было запомнить. На группы, первая группа из коротких словечек, вторая группа, мы вот ее сказали, СЕНД, 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 ЛЕНД, ЛЕНД, ЛЕНД. Кстати, смотрите, дайте-ка я напишу, я вот про эту группу, посмотрите, МОНИ ЛЕНД, МОНИ СПЕНД. Посмотрите, это пословица английская старая, вот она как раз иллюстрирует вот эту вторую группу замечательным образом. Охраните ее себе, перепишите на листочек бумажки, я потом, надо будет внести ее, мы ее внесем. Она очень хороша. Итак, смотрите, МОНИ ЛЕНД, МОНИ СПЕНД. Кстати, замечательная иллюстрация вот этой второй группы. Это, можем, вообще, скорее к третьей форме относится, но давайте ко второй. Значит, деньги, отданные в долг, тире, деньги потраченные. То есть, то, что занял кому-то, это уже, это уже к тебе может и не вернуться. Оказано, чудно иллюстрирует вот это сходство звучания. ЛЕНД, СПЕНД, БЕНД и СЕНД. Переходим к следующей группе. То есть, третья группа, третья группа совершенно другая. Это глаголы. Третья группа. Know, grow, blow, throw. You know and you blow. Ты знаешь и ты дуешь. У слова blow тоже множество значений. И на эту тему есть даже разные. To know and to grow. Видите, прямо как будто для стежков рифмы. Четвертая группа. Опять все другое. ЛИД, ФИД, БЛИД, ЛИД, ЛЭД, ЛЭД. Вести, вот, вести во всех отношениях. Глагол важный, но не такой уж сложный. От него, конечно, слово ЛИДЕР. Слово ФИД, смотрите, если оно не слишком знакомо, оно обязательно. Существительное, оно явно родственно со словом ФУД, пища. Только здесь обычный переход из глаголов существительное, он произошел с таким небольшим сдвигом. То есть, пища ФУД, а кормить это ФИД. ФИД, ФЭД, ФЭД. И то же самое БЛАД. Вот, посмотрите, кстати, посмотрите, насколько, кстати, я подумал сейчас, насколько противоречиво, противоречиво английское произношение. Вот я написал два слова. Они же идентично написаны. ДАБЛ ОУ, ИДИ НА КОНЦЕ. Не просто ДАБЛ ОУ важна, а важна еще и какая буква, от этого может зависеть чтение. Но здесь одинаково. Но слова читаются по-разному. При этом слово ФУД, пища, оно читается по правилам. А слово БЛАД, оно идет, это исключение, оно идет, так сказать, своим особым манером. Но слово БЛИД, кровоточить, это, конечно, важное слово. БЛИД, БЛЭД, БЛЭД. Пятая группа. Все вы, конечно, знаете вот эти глаголы. СИНЬ, СЕНЬ, САНГ, смотрите, какая здесь и во всех случаях одинаковая. Сначала меняется на АЙ, на ЭЙ, а потом на Ю. РИНЬ, РЕНГ, РАНГ, ЗВОНИТЬ, ДРИНГ, ДРЕНГ, ДРАНГ, ПИТЬ, и СВИМ, СВЭМ, СВАМ, и, конечно же, БЕГИН, БЕГЕН, БЕГАН. Я хочу здесь остановиться. Посмотрите вот на эти слова. И я хочу вам сказать еще один очень важный, важный аспект. Малоуловимый, но сейчас вы помете. Посмотрите на звучание исконно английских слов. Те слова, глаголы, которые запечатлелись в языке как неправильные, конечно, это очень древние глаголы. Ну, как бы вот то, что называется исконные английские слова. Вы поймете сейчас, к чему я это говорю. Посмотрите, как они звучат. Вот слово ДРИНГ, ДРЕНГ, ДРАНГ, БЕГИН, БЕГЕН, БЕГАН, РИНГ, РЕНГ. Вы слышите вот это? БРЕД, ФРЕНД. То есть вот это англо-германское произношение жесткое с упором на звук Н, Д, ГР. Вот эти звуки. А теперь сравните. Сравните для сравнения. Я напишу вам какое-нибудь английское слово. То есть английское слово французского происхождения. Receive, Perseive, Conceive или слово Alliance. Вот давайте я его напечатаю. Смотрите, Alliance это союз. Это то, это союз. И по-русски есть даже слово, я почему именно вот это привожу. Есть слово Alliance. Оно еще более ближе к французскому произношению. Вы чувствуете эту принципиальную фонетическую разницу? Это очень важно, господа, потому что я хочу, чтобы вы поняли. Это отвлечение, но оно очень серьезное. Английский язык, в нем есть несколько пластов. Есть даже такое выражение в лингвистике. Это не что, английский язык как гулящая девка в мире языков. То есть он набрался от всех источников. Норманы завоевывали Англию в 11 веке. И в течение где-то 100 лет французский язык был языком знати в Англии. И поэтому сейчас реально практически каждое слово от этого, это имеет прямое отношение к нашим занятиям языком. В результате вот этих хитросплетений и разных пластов в языке, английский стал очень многозначным. Огромное количество синонимов. Намного больше, скажем, чем в русском языке. Намного. То есть попросту говоря, грубо говоря, в 4 раза где-то количество слов в английском языке превосходит русские слова. Потому что каждое слово практически, можно сказать, простым разговорным языком, скажем, слово begin, начинать, это английское слово. И слово commence, это французское слово. Commence. То же самое означает, но, конечно, когда синонимы, они в каких-то нюансах отличаются. Но будет не раз встречаться, что какие-то слова будут более, так сказать, более продвинутого уровня. Они будут с французским звучанием. Но, конечно же, сегодняшнее наше как раз, то, с чем мы сталкиваемся, это слова, это слова исконного английского значения. И это именно вот мы видим, как они строятся, как они звучат. Очень часто на конце буква ti. Почему у английских глаголов такое пристрастие к этому, никто никогда не высказывал. Я не видел никаких соображений, но так сложилось. Итак, шестая группа. Feel, felt, felt. Sleep, slept, slept. Вы видите, здесь сама, конечно, гласная меняется. Keep, kept, kept. Мы в прошлый раз работали с этим глаголом, и сегодня он еще у нас встретится. Weep, wept. Sweep, swept, swept. Sweep – это просто мести пол. А weep – это плакать. И, кстати, в одной из песен у Джорджа Харрисона, мы потом ее как-нибудь включим, там вот это рифце. When my guitar gently weeps. Когда моя гитара нежно плачет. И там он рифмует слова whip и sweep. Такие рифмы, конечно, напрашиваются. Вот седьмая группа. Это глаголы bear, bore, born. Вы видите, совершенно в каждом случае другой переход и другая, так сказать, конструкция, что ли, второй и третьей формы. Bear, bore, born. Tear, tore, torn. Wear, wore, worn. Swear, swore, sworn. Что здесь я хочу сказать про эту группу, господа? Во-первых, слово bear, конечно, имеет несколько значений. Вы все знаете, особняком как бы стоит значение «я был рожден». То есть мы говорим «я родился» по-русски, по-английски только один вариант, только в пассиве. I was born in such and such year. В таком-то и в таком-то году. Слово tear имеет свою, свою проблему небольшую. Посмотрите. Есть tear глагол, вот он читается так же, как bear, wear, swear. И здесь рифмовка, она поможет нам справляться с такими мелкими проблемами. А есть такое же слово, вот я написал его в чате. Tear. Это существительное. В данном случае они стали омограф. Не вникайте, есть омофоны, есть то есть те, что... Суть очень простая. Омофоны – это те, что звучат одинаково. А омографы – это те, что пишутся одинаково. Как в русском языке, тут тоже есть такие слова. Итак, tear – это слеза. Вы, конечно, знаете это слово. А tear – это рвать. Что касается wear, то это не такой сложный глагол. Но что в нем единственное очень забавное, то что в плечении американцы говорят, когда речь идет о косметике, о духах, женщина говорит I wear this perfume. Или I'm wearing, если это в данную минуту. То есть я ношу сегодня эти духи. По-русски, конечно же, мы так не говорим. Я сегодня даже включил вот это выражение в практику. Восьмая группа, она небольшая, но рифмовка полная. Lay – laid – laid, pay – paid, paid. А вот слово say читается иначе. Видите, оно опять же в силу своей значимости, say – сказать, говорить – это очень важный глагол. Он немножко получил право на какие-то отличия, на особенности. Девятая группа – слова не похожие. А третья, вторая и третья формы строятся одинаково. Удивительно, конечно. Bring – broad – broad. Think – thought – thought. Fight – thought. Buy – bought. А дальше смотрите. Написание меняется, а произношение тоже. Catch – caught. И teach – ну вот как раз про нас. Teach – thought – thought. Это девятая группа. Мы пошли, мы почти закончили. И десятая группа – это такая сборная солянка. В нее, как бы я ее сделал именно по принципу тому, что все то, что не рифмуется, все то, что как бы не укладывается, ни в какие схемы, ни в какие схемы. И сюда попадают, конечно же, это опять подтверждает вот мой тезис, который мне кажется очевидным. Чем важнее слово, тем больше выпендрежен. Вот я скажу таким простым образом. То есть самые важные слова – do, go. Вот смотрите, они первыми записаны. Итентичные по написанию, правильно? Две буквы и буква o отчитаются по-разному. Run, see, они, каждая действует уже просто, без всяких каких-то даже намеков на правила, на систему. Каждый по-своему, но их-то и совсем небольшое количество. Вот эти слова, конечно, надо просто уже заучивать. Но их всего штук 10-15, и это нетрудно. И, кстати, мой совет, господа. Вот список вот этот, те списки я практически сделал, вам нужно лишь ознакомиться или писать себе, или как-то. А вот эти последние, коротенькие и самые нетипичные глаголы, если трудности чувствуете, если у вас все легко здесь, и вы уже их помните, то, естественно, делать не надо этого. Но если чувствуете эти трудности, то я бы посоветовал вот этот список выписать, это будет одна страничка текста, самому все проработать, выписать, и это поможет вам запомнить. Есть, поможет запомнить. И еще один, это уже как, как лингвистический юмор, получается, такой. Ну или, нет, не юмор, конечно, но некое забавное наблюдение. Смотрите, есть такой в лингвистике термин, вот в частности вот здесь, что глаголы, все три формы строятся от одной основы. Под словом основа лингвисты понимают первую букву, то есть то, как глаголы. Скажем, run – это основа, это r, 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 see – это основа s. Так вот, все глаголы английского языка, кроме двух, все три формы строятся от одной, первая буква не меняется. Понимаете? Do, did, done, see, saw, seen, и так далее. Да? Есть только два исключения. Это глагол to be, видите, вот все три формы написаны, am, is, но они все разные, все именно первые буквы разные. И глагол go, went, gone, он меняет. Но поразительно, что я, мне кажется, что и в русском, исключение, кто же, первая форма, люблю – любил, пою – пел, первая буква не меняется, кроме двух глаголов, есть – был, иду – шел, то есть ровно те же та, те же самые. Как это могло получиться? Одному Богу ведомо. Одному Богу ведомо. Итак, смотрите, еще разок, мы суммируем, мы суммируем это. Все неправильные глаголы, ну, мы отмели уже в сторону вот эти устаревшие слова, остались по-настоящему, так сказать, неправильные, которые сегодня еще, они являются важными, но обратное – неверно. Не все важные глаголы неправильные. И вот это, я веду такой, ну, как бы принцип, я подумал, его можно назвать принцип случайного выбора. Вот я дал две эти пары. Look, see, listen, hear. Это совершенно идентичный по употребимости, не по внешнему виду, а по сути своей глаголы. Видеть, смотреть, слышать, слушать. Ну, они рядышком, мы через раз примерно их говорим. И в том и в другом случае один из глаголов правильный, один неправильный. Look – это правильный глагол и listen – это правильный глагол. А here – он неправильный, и оба они, и see, и here строятся по своеобразной схеме, то есть не укладываются ни в какую из этих групп. Ни в какую из этих групп. А теперь смотрите, один важный практический совет, то, что из этого всего следует для нашей работы. Вот смотрите, элементарное какое-то предложение о времени Past Indefinite. He bought – утвердительное предложение. He bought a new jacket. Он купил новую куртку. Когда мы будем строить вопрос, появляется вспомогательный глагол to do, он берет на себя эту трудность построения прошедшего времени, как мы говорили в первом нашем занятии. А смысловой глагол возвращается к основной форме. То есть, когда вы ведете нормальный диалог с людьми, разговариваете, вы все время переходите, вот сейчас я вижу, а вчера я видел, вы все время переходите из настоящего прошедшего времени. Речь сейчас о простом времени. Но при этом, обратите внимание, глагол-то будет перескакивать между первой и второй формой. Между первой и второй формой. И приходится переключаться, и этот навык, это вот мое четкое наблюдение, люди, которые, ну, так сказать, изучающие английский, здесь все время ошибки, потому что у нас, ну, мы в русском тоже переключаемся, мы говорим, вот я вижу, я видел, но как бы у нас-то в родном языке это идет, что называется, на автомате. Здесь это, но не простой навык, и он потребует, во-первых, внимания безусловно, всегда, и определенной тренировки. Вот примеры, вы потом вернете, прочитайте, и в конце я дам еще на это вам упражнение. I saw David at school, I did not see him. So, see. They called, это правильный глагол, здесь легче. They called, did they call, он просто переходит, естественно, вторая форма, но здесь вторая и первая, они связаны только частичкой. А вот опять неправильно. Did you write? Yes, I did, I wrote the letter. Write, wrote, write, wrote. И вот это все время будет перескакивать. Все время будет перескакивать. Это, ну, так же, как, то есть перед нами две проблемы для построения прошедшего времени. Естественно, без него обойтись нельзя, как вы понимаете. Первое, что все-таки, вот, разобраться с неправильными глаголами, но я надеюсь, что эта схема поможет вам чисто практически это решить. А вторая, обращать внимание, обращать внимание на перескок, переключение от первой формы, первой формы ко второй. Смотрите, сейчас у меня еще очень, на мой, сегодня у нас получилось довольно много рассуждений, но, поверьте мне, они, они очень важны, потому что они помогают, ну, устроить в голове, вот, как бы магистраль такую, так сказать, сетку, но я не знаю как, ясность, систему. Смотрите, вообще, теперь мы переходим значительно шире. Все глагольные времена, как таковые, все вообще глагольные английские времена. В русском языке, только одна шкала. Вот сейчас я сразу покажу вам рисуночек следующий. Посмотрите, вот на русском языке, справа, в верхней части, вот этот рисунок, видите, да, будущее, настоящее, прошедшее, то есть это просто, как бы, ну, вот одна линия, нинточка такая, да, в английском языке, я предложу вам модель, аналогию, жилого дома, вот как, есть такие, ну, в России часто были такие, девятиэтажки, дом-башенка, так сказать, у которого с четырех сторон, четыре разных входа, представим себе, такой дом, и несколько, у него четыре этажа, и с каждой стороны вы можете войти, и в каждой стороне есть лифт, в каждом подъезде, да, так вот смотрите, господа, это очень важно, не времена надо учить английский, глобальный совет, принципиальнейший, надо учить системы времен, группы времен, а групп всего четыре, и, кстати, в христианских учебниках есть очень хороший, для этого термин, аспект, аспекты, ну, вот вместо слова группа времен, можно сказать аспект, не важно, мы уже используем группы времен, по-русски это удобнее, четче, оно осмысленное, так вот, смотрите, четыре группы времен, какие, давайте я покажу предыдущий слайд, они будут написаны, чтобы вам легче было, вот выделены жирным шрифтом, четыре группы, indefinite, continuous, perfect, и perfect continuous, то есть, ну, как бы, вот у вас четыре подъезда в доме, один подъезд indefinite, и вот, вот эти четыре подъезда, когда вы строите какое-то предложение, первым делом, так работает вот английский язык, первым делом, англичан, американец, он как бы неосознанно, естественно, он не в голове это решает, а первым делом определяется, в каком, в какой системе времен, это говорит, в какой группе, будет continuous, или perfect, или indefinite, а дальше уже, как бы, оно ставится в ту клеточку, которая соответствует хронологии, понимаете, да, то есть, я недаром вожу понятие, вот это лифта, если вы в подъезд вошли, то перебраться с первого этажа на второй, элементарно, вы уже ничего не меняете, никаких уже серьезных изменений не будет, а вот, когда вы ходите в другой подъезд, фраза будет меняться радикально, радикально, значит, вот indefinite tense is, I come, I came, окей, если в будущем времени, I will come, мы еще не говорили про него, но скоро мы его разберем по косточкам, а continuous tense is, he is sleeping, he was sleeping, he will be sleeping, смотрите, четыре системы времен, вот опять я сейчас дам эту картинку, но они опять же, как водится в этой жизни, некоторые более равны, чем другие, конечно же, ну, самое важное, это, конечно, indefinite, она чаще всего, простые времена, вторая по важности, это группа времен continuous, то, что мы разбирали в прошлый раз, потому что это употребляется все время, и хотя она для русскоязычных людей как бы трудновато, потому что, ну, это некоторая иллюзия, что у нас нету этого, как я показывал вам, у нас этот оттенок, но он спрятан в языке, и мы его как бы не чувствуем, вот так вот, да, по-английски он явен, он все время работает, и, так сказать, пренебречь им нельзя, временем, perfect continuous, точно можно пренебречь, потому что, оно, ну, если это 1-2% предложений встречается, я думаю, что меньше даже, и то в специфических предложениях, я могу сказать, I've been running, то есть оно, время perfect continuous, оно совмещает эти две группы, то есть это как бы, вы говорите растянутое действие, но в то же время глядите в прошлое, ну, например, тебя спрашивают, почему тяжело дышишь, why, why, или, например, вот так, я скажу иначе, почему у тебя глаза красные, why are your eyes red, спрашивает ребенка, I've been crying, I've been crying, то есть, вот он глядит, то есть, он, скажем, 2 часа плакал, от этого глаза красные, или он час бежал, от этого у него дыхание, это изыске, господа, и оно, это объективно, что его, время perfect, это уже более субъективно, в Британии его используют чаще, в Америке его просто, ну, практически выжали из языка, то есть, очень небольшое количество фраз, и нам проще будет его учить через модели, а не через систему грамматики, а вот времена indefinite и continuous, это, это серьезно, и вот мы в прошлый раз работали, и сегодня я вот прямо сейчас дам вам несколько упражнений к этому, вот смотрите, вот вам примеры, знакомиться, а сейчас вы мне скажете сами, как мы построим несколько фраз, смотрите, еще разок взглянем на время continuous, вы помните, что его, это время продолженное, да, по-русски более-менее, можно так говорить, продолженное, то есть, это время, которое находится в развитии, в развитии, то есть действие происходит в данный момент, вот давайте, when I entered the room, everyone was sleeping, когда я вошел в комнату, мы как бы проводим точку в прошлом, вот вчера, скажем, в 2 часа дня, или в 2 часа ночи, раз они все спали, everyone was sleeping, в это, вот в это, в этот момент, действие было развернуто, было развернуто, progressive tense, the action was in progress, оно, так сказать, было в развитии, he is sleeping, he will be sleeping, вот смотрите, в будущее время я поставлю, be quiet when you come home, I will be sleeping at that time, вы придете, скажем, в 2 часа ночи, и я вам говорю, веди себя потише, я буду спать, то есть, как бы, ваша, как бы, мы называем present continuous, то точка отсчета, она очевидна, это вот просто нынешняя минутка, а когда мы употребляем past continuous или future, то точка отсчета, она задается дополнительными словами, дополнительными словами, вот давайте примеры, давайте, я хочу, чтобы вы мне написали, что вы делали в полдень вчера, можете отвечать, я вел машину, я задал момент, то есть, я, как бы, захожу во вчерашний день, во вчерашний день, и что вы делали в полдень, значит, если я вас спрашиваю, что вы делали вчера, what did you do, то есть, мы строим, мы строим просто время past indefinite, а что вы делали в какой-то конкретный момент, вот давайте, напишите, пожалуйста, как бы вы сказали, легче начать со второй половинки фразы, what were you doing at noon yesterday, замечательно, Андрей, замечательно, и сразу можете, вот, Наталья тоже все правильно отвечает, хорошо, what were you doing, хорошо, at noon yesterday, все, вот двое, два ответа, два раза правильно поставили предлог, замечательно, господа, what were you doing, what were you doing, at noon yesterday, what were you doing, Елена, правильно, все хорошо, так, вот Галина, нет, смотрите, what did you do, если, если время не уточнено, то вторая половина у вас правильная, если вы просто, смотрите, Галина, ваша фраза стала бы правильной, если бы вы сказали так, what did you do, what were you doing, when I came into the room, что вы, нет, все равно, эту фразу надо развернуть, так, теперь вторую, что он сказал, давайте, что он сказал, вот здесь, здесь нет никакого развернутого действия, он уже сказал, это, первая фраза, она, во времени indefinite, да, what did he say, это, четко, ясно, what did he say, what did you say, если я вас, все правильно отвечаете, Владимир правильно, what did he say, я ее чуть перефразирую, если вы, а что вы сказали, что, что вы сказали, what did you say, I did not hear, так, стоп, стоп, Людмила, нет, здесь путаница, взгляните сначала, я даже, вы, я думаю, что просто описались от того, что быстро, потому что у вас вот именно смешение двух, то, чего делать не надо, потому что время continuous, это, конечно, вспомогательный глагол to be, is, was, were, и так далее, так, так вот давайте, да, да, я вижу, это не страшно, смотрите, что он сказал, я не знаю, я не слушал, what did he say, это хорошо, а теперь вторую фразу, вот здесь будет время continuous, конечно, то есть смотрите, нет, Владимир, господа, вот давайте, давайте я сейчас напишу вам, сейчас напишу, и мы, это как раз, эти слова, here и listen, ну, конечно, путаются, кстати, вот, к нашему сегодняшнему, эксиденту, то, что у нас было, неудачно что-то получалось, вот, смотрите, вот эта фраза, I can't hear you, I can't hear you, это, в общем, ключевая английская фраза, во-первых, так люди говорят, это же в жизни бывает все время, а телефону, кто-то что-то заясняет, я ему говорю, или он мне говорит там, I can't hear you, я тебя, ну, чаще говорят, мы по-русски, я говорим, я тебя плохо слышу обычно, видите, а по-английски обычно говорят, I can't hear you, так, значит, еще раз, hear, это слышать, а здесь слово слушать, я понимаю, что, мы здесь, здесь нас губит русский язык, потому что, он задал, бедные иностранцы, которым это приходится учить, вот эту разницу, между слышал и слушал, голову сломаешь, вы видите, мы сами путаемся, я не слушал, то есть, я не был в процессе слушания, то есть, здесь, а что ты делал, я слушал музыку, так, 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 Елена, I don't know, правильно, а здесь опять ошибка, Елена, нет, это, это серьезно, смотрите, когда вы разворачиваете время в процессе, только глагол to be, I am listening right now, I, вот, я о себе говорю, I am speaking, you are listening, давайте-ка я напишу, господа, вот это, то есть, конкретное, так сказать, I am speaking, and you, and you are listening, I am speaking, and you are listening, то есть, listen, его можно, hear, кстати, никогда не бывает, перечитайте наше прошлое занятие, когда я говорил о времени continuous, там был специальный момент, глаголы восприятия, такие, как знать, понимать, слышать, видеть, они не могут стоять во времени continuous, потому что, как бы считается, что знание, его невозможно растянуть во времени, а вот слушание, это процесс, это процесс, так же, как гляденье, смотрение, да, так, так что, what did he say? I did not listen, так, это уже не ошибка, это уже не точность, вот этот ответ, но это не ошибка, это, если, если мать ребенка ругает, и говорит, почему ты не сделал, как я тебя просила, come on, I did not listen, what you said, я не слушал, что-то говорил, вообще, да, но здесь он говорит в процессе, I was not listening, так, вот так, Людмила, вот сейчас Людмила Ижуковская, у нас Людмилой есть повторяющееся имя, еще разок, кто-то, напишите, значит, я не знаю, я не слышал, я не слушал, я не знаю, я не слушал, вот, посмотрите, вот ответы, значит, первый вариант, I was driving, вы видите, я подчеркнул его, второй вариант, я не знаю, я не слушал, то есть, я, вот как бы, ухо свое не подставлял, не подставлял, еще разок, еще разок, давайте, я хочу, господа, немножко, немножко активнее, давайте ваши варианты, вот, первая фраза, я опоздал, но мои друзья ждали меня, так, ее начало, первая половинка, здесь, все легко, все легко, я опоздал, ну, тоже напишите сами, чтобы я уже вам не подсказывал, так, Анита, начало замечательно, так, хорошо, давайте, но не глядите в чат, господа, когда я задаю задание, то вы не в чат посматривайте, а вы смотрите на эту фразу, и печатайте сами, потому что, тот, получается, кто первый, ну, так и в школе происходит, знаете, как, если первый тянет руку, и не может терпеть, выкрикивает, и все уже, так, так, только один ответ я вижу, от Аниты, еще, господа, дайте, я опоздал, но мои друзья ждали меня, так, значит, начало, простое, так, Владимир, смотрите, later, здесь не нужна сравнительная степень, просто, I was late, but my friends were waiting, а, кстати, видите, как, господа, вот посмотрите, так, сейчас я посмотрю, что Галина написала, I was late, but my friends were waiting me, еще лучше, так, Елена, I was late, but my friends were waiting me, посмотрите, то, что я вам все время говорю, мы имеем четыре ответа, последних, так, начиная, начиная от Владимира, и следующие четыре ответа, все они с ошибкой, причем, грамматика сделана правильно, все ошиблись в предлоге, это то, о чем я не устаю вам говорить, предлоги рубят, кромсают вашу речь, и это, вот, и второе, что я все время говорю, когда вам кажется, ну да, я же вроде понял, вот, вот, написано, я, вроде понял, это не считается, когда вы сами напишите, вот Павел делает тоже ошибку, вы делаете калькус русского языка, мы говорим, ждать меня, предлога нет, вы помните, я говорил, есть четыре варианта, предлог может совпадать, может не совпадать, а вот Людмила из Торонто пишет совершенно правильно, всегда wait for, почти всегда, что мы увидим через полчаса времени, я вам расскажу, как раз сегодня, про этот глагол, но важно, когда вы сами пробуете, вы спотыкаетесь, это все равно, что вы там, ну понимаете, да, пробуйте, пробуйте, не ленитесь, господа, пишите свои варианты, потому что это важно, итак, глагол ждать в определенном,